Диетическая модуляция гомеоста засна регулируется нейрометаболитами кишечных микробов, которые образуют резервуар, состоящий из метаболитов и нейротрансмиттеров, влияющих на ось сон кишечник мозг. Например, богатые белком продукты содержат такие соединения, как L-триптофан и альфа-лактальбумин, которые влияют на ось кишечник мозг. Триптофан и альфа-лактальбумин из богатой белком пищи или добавок являются потенциальными агентами, вызывающими сон. В этом отношении различные исследования показали, что потребление богатых трриптофаном продуктов, таких как молоко, связано с улучшением качества. В попытке раскрыть роль пищевых источников трриптофан в стимуляции микробного метаболизма, участвующего в пути гамма-аминомасляной кислоты, было проведено исследование с добавлением молочных продуктов в качестве хорошего источника трриптофана. Три недели добавления диетического продукта у субъектов с нарушением сна были эффективными для улучшения их баллов по засыпанию, то есть улучшению сна и снижению уровня холестерина. Интересно, что эти результаты, по-видимому, обусловлены увлечением бактерий бифидобактериации, собранных в конце периода вмешательства. Аналогичные выводы о роли бактерий бифидобактериации в содействии гаммеостазу сна были получены с пробиотической добавкой лактобацилус. Гассерия у молодых людей, подвергшихся хроническому стрессу. Улучшение качества сна наблюдалось у этих здоровых пациентов в сочетании с увлечением относительной численности бактерий бифидобактериум и более низкими уровнями бактерий стрептококус, что предполагает перекрестную роль этих бактерий в стимулировании полезного повышения качества сна. Кроме того, лучшее качество и продолжительность сна были связаны с бактериями, разрушающими волокнами, то есть переваривающими эти волокна, такими как урминококус и фаекалибактериум в двух различных наблюдательных исследованиях, проведенных на здоровье популяции людей. Субтитры создавал DimaTorzok